здравствуйте дорогие друзья радиослушатели в эфире программа политинформания а в студии ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер о чем мы бы хотели сегодня поговорить товарищ сталин вы большой ученый в языкознание знаете вы толк а я простой советский заключенный и мне товарищ серый прианский волк я не зря прочел эти строчки и знаменитого стихотворения писателя юза олешковского которые были популярны в конце 50-х начала 60-х годов потому что 5 марта в россии отмечали шестидесяти шестую годовщину со дня смерти великого корничева великого значит отца всех народов и как говорят сейчас в россии самого лучшего менеджера в истории россии иосифа сироновича стали что интересно что очень интересно до сих пор эта личность пользуется в россии популярностью и нам бы хотелось бы сегодня поговорить по поводу того почему до сих пор спустя столько лет россияне в большинстве своем с удовольствием будет любят этого лидера и как говорится не считают что что-то было плохое в то время значит я хочу назвать назвать телефон по которому можно к нам дозвониться 847 4 2 0 5 2 2 0 давайте порассуждаем по поводу того что в россии происходит именно связи с этой даты потому что то что показывали по интернету как возлагаются цветы как люди с каким благоговением говорят о этой личности на всех стати а политических вот таких ток-шоу мне просто интересно ваше мнение особенно старшего поколения только мне и геннадию тоже почему это психология народа или это страх такой заложенный еще родить родителям и генетически перешедших и их детям в чем причина того что до сих пор этот человек является настолько популярным настолько эффективным как они говорят и почему россия хочет возврата вот может быть они не хотят возврата тех времен но они с удовольствием как о выдающемся деятелей что в принципе до были какие-то ошибочки но они не столько значительно по сравнению с тем что этим человеком было сделано за то время что он был власти ген а твое мнение по этому поводу в первое чтобы я хотел сказать это конечно и желание сильной а руки сильной личности в том смысле что кто нас поведет вперед самое главное что люди хотят простых ответов и самим ничего в этом смысле не делать ведь есть и порассуждать то как на момент когда сталин умер половина страны сидела половина страны посадила этих людей она их охраняла вот а а а еще одна часть она и стучала и принимала активное участие участие потому что писатель довлатов сказал же однажды если почему мы все сваливаем только на одного сталина а кто написал 5 миллионов доносов вот сегодня то что я видел на ю тубе когда молодой парень бросил яйцом в протест этого дня то что отмечали его скрутили и милиционеры и участники этого шествия возложения винт но ты обратил внимание на какое количество людей шло возлагать венки и как значит все это происходило что меня больше всего удивило даже какой-то степени размешива когда один офицер довольно такого солидного возраста на могиле у сталина перекрестился то есть я думаю что эти бы иосиф вассарионович об этом узнал от от этого конечно офицер осталось бы лагерная пыль продолжаем пожалуйста ну да если говорить о стали не как у о эффективном менеджере это все-таки рабский труд он был хозяин страны как его называл были ближний круг он был паханом как его вопрос в том что еще какой вопрос я хотел бы поставить для многих это день смерти это радость для других это огорчение вот кого река горе до горе но огорчение дано мало кто сегодня сегодня не так много людей которые жили в эту эпоху взрослыми людьми наши родители например когда сталин умер им было там но понимаешь вопрос заключается в том что хотя о чем бы мы хотели бы сегодня поговорить я в том числе почему на сегодняшний день в россии настолько он популярен почему это тоска по вот этой сильной руке в россии так так жива хотя люди которые празднуют ну не даже не празднуют отмечать я бы сказал правильнее слово отмечает эту дату со слезами на глазах они вот тоскуют по по значит мне они говорят о том что да были пойти значит террор это плохо но все-таки он был очень-очень эффективный менеджер у нас есть звонок мы можем его принять говорите пожалуйста разуйте помните во время правления в 30-х годах появились такие скажем так замечательные фильмы как петр первый и иван грозный вот с участием александр невский грозных сороковых получил иван грозный вот почему это делать потому что ему надо было возродить такого сильного человека как иван грозный и как бы через этих людей как петр первый иван грозный хотел воссоздать ту мощную россию которую он и скажем так создал во время вот своего правления и вот теперь его приемник скажем так наш путин тоже самое дело и продолжает дело петра первого иван грозного и так далее и тому подобное ему нужны такие кумиры как сталин иван грозный считаете они являются как бы ориентиром путина в данном данном случае скажите у меня быстро к вам вопрос чтобы мы приняли следующий звонок вы считаете что это менталитет русского народа вот такое вот отношение к себе когда человек правитель уничтожает миллионы собственных граждан а потом его почитаю как выдающийся деятеля менталитет или это просто буди они это стараются как-то завуалировать им главное что вот вот этот человек иван грозный воссоздал россию петр первый открыл пробил окно в европу и победил шведов и так далее александр невский тоже самое вот им главное чтобы была победа и завоевание и вот это самое главное и вот путин то же самое делает по отношению к крыму донбассу и к соседним странам грузии он же тоже хочет завоевать если не эти санкции он был по полезу прибалтику спасибо спасибо за ваше мнение пока звонков нету да можем тогда значит смотри я хотел бы еще продолжить а насчет сталинизма и мыши говорили звонок двое мы примем звонок говорите пожалуйста добрый день это менталитет не русского человека советского а потому что а вот у меня друзья они совсем не русские они там балкары не знаю но они вот так говорят что вот было такое время без жесткости нельзя было рождавили бы и вот он говорит мой папа был совсем юным он попал туда но все равно благодарен советской власти я прошу прощения а такой вопрос а вы считаете в россии сейчас живут советские люди основываясь на вашем ответ я не знаю кто живет но менталитет кто угодно но вот этот менталитет воспитывается и впитывается потому что на что я обратила внимание в этих шестерях много молодых людей вы понимаете много людей которые я вообще не знаю знают ли они вообще кто это на самом деле то есть это это как-то культивируется и насаживается поэтому все это как советский менталитет жив и никуда он не делся понятно поэтому скажите такой 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 вопрос быстрый а у нас пока звонков нету поэтому может вы ответите довольно быстро а вы считаете что есть такое понятие как советский народ или такого понятия нету потом почему я спрашиваю на одном из ток-шоу владимир соловьев сказал что такого понятия как советский народ нету есть русский народ белорусский украинской советский народ нету хотя я живу в советском союзе и понятие советский народ существовало я поражаю моего поколения люди вот которым сейчас лет они ностальгируют некоторые мои друзья они ностальгируют о советском союзе ностальгируют полном смысле слова они уже ничего плохого не помнят они говорят вот было хорошо вот я не знаю может быть это ностальгия не особо молодость по молодости наверно спасибо большое у нас есть звонки спасибо они уже ничего плохого не помнят они говорят а вот сделайте радио потише пожалуйста а я звонок пожалуйста говорите абсолютно согласен скажите а я прошу прощения как вас зовут я прошу прощения а как вам к вам обратиться как вас зовут кирилл да я не раз скажите в продолжении разговора вы считаете что это стокгольмский седро алё алё да человек уже мы примем другой звонок говорите нету звонков пока а по поводу стокгольмском а стан гольц стокгольмского синдрома я думаю что это наверное присутствует все-таки в народе потому что как правильно сейчас сказал наш радиослушатель выращен абсолютно новый тип человека который воспитан тем той властью теми людьми и видимо на генетическом уровне это передано через детей своим внукам потому что наблюдать наблюдать то что происходит говорите у нас есть говорите пожалуйста здравствуйте меня зовут роберт очень приятно такой вопрос вам обоим до школе мы постоянно читаем учебники о сталине да и постоянно почему-то говорят о том что сталин сделал такие вещи до советского союза что он поднял уровень но то что я сам лично почитал свое свободное время и еще имел разговор своим отцом кто-то приехал из советского союза туда меня одно а понятие оставить что он был обыкновеннейший монстр так май мой вопрос почему же а даже и тут учебника не написано а настолько сколько он сделал плохо а только чуть-чуть об этом написано спасибо я послушаю по радио хорошо мы примем еще один залет алло говорите алло здравствуйте мне кажется никаких синдромов нет никакого менталитета нет вы вспомните даже 15 лет 20 она вернее было такой график он о но такого подъема как сейчас не было просто прошла хорошая пропагандистская работа в печати или единии на экранах художественных фильмов сериалов даже фильм отстали не аллилуй его он такой негативный персонаж там не упоминалось о миллионах жертвов как это все было как он царствовал проклавление победы спасибо за вашим здорово говорите пожалуйста я не понимаю как он стокольмском синдроме можете цирить слушает уже родилась и выросла в союзе и я между прочим по нему очень скучаю и дело здесь не только в молодости не только там я не знаю в каком-то якобы стокольмском синдроме почему нельзя скучать по стране без политики не ань у нас другой вопрос у нас вопрос заключается в том почему люди не по советскому союзу скучают это просто у нас человек позвонил и сказал что и у него есть друзья которые скучают по советскому союзу вопрос включается почему они скучают по сталину понимаете то есть скажем например моего поколения ну вот скучают аня вопросы заключается почему а эта личность у людей вызывает такое восхищение хотя у меня она не вызывает восхищение и почему люди будем так говорить отмечают это с таким как бы пиететом грустью вот вопрос не касается советского союза спасибо спасибо за ответ я скучаю например просто по возможности во первых столько народов жила никто помню ни с кем очень сильно не враждал не воевал и можно было ехать с одного из одной республики в другую без границ без ань мы 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 аня я прошу прощения что я перерываю вас говорите пожалуйста добрый день добрый добрый день до 30 до 20 уничтожали сельское хозяйство раскулачивали якобы теперь там расстреливая пачками тысячами миллионами расстреливали и после этого началась война немца встречали хлебом сроки когда они пришли так вот вопрос замечается сегодняшняя россия почему вот это отношение что нет почему не больно выиграли и кинжой космодемьянских которые сжигали только от перед этой формы уже немецких солдат сжигали хатыни очевидно скатыни расстреливали людей в принципе что не сделали они пропагандой полностью все свои зверства на немца перебросили и такую злобу воспитали у людей а кто не залажался то просто я прошу прощения я прошу прощения скажите это то что сегодня к сталину еще с большей любовью относятся это дело пропаганды это только потому что государство на это настроила свои свою цель сделала поэтому на партийная система диктатурка делаешь это урала писал же все один к одному писал сегодня враги завтра друзья завтра друзья завтра враги все наоборот можно делать что хочешь нужно манипулировать полностью когда после освобождение украины пришли на советские войска кто говорил что немцы не было некий козевер работали заводы шахты работали тех 58 статья расстрел и все томаты люди боялись слова сказать молчали просто ну хорошо сегодня уже свобода покупать и титми ничего такого не было они жили в домах у них немцы румыны жили приходили делились со своим обыкновенные люди были никого в принципе никаких известно было спасибо все что мы примем другой звонок говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте знаете во первых я считаю что это пропаганда идет вселенской в россии во вторых обратите внимание сколько молодежи и других людей постарше нормальных продвинутых уехали из россии а то что остается но им нужен кумир они не помнят или не знают о том что он натворил то есть выходить хорошо не знаю они не знают истории правильно они знают только одну сторону потому что я знаю что сколько моих было людей знакомых и родственников которых он губил вот так спасибо большое у нас есть еще звонки пока нету а мы давай тогда или мы еще подождем хорошо а вопрос я хочу во первых напомнить тему нашего сегодняшнего разговора а мы говорим сегодня о том что 5 марта умер иосиф сталин и почему я хочу сделать акцент почему на сегодняшний день в россии в современной россии при современных технологиях при современных людях в 21 веке такое благостное отношение к этой личности хотя на счету этого человека миллионы жизней мы говорим не о советском союзе мы говорим о конкретном человеке и о его идеях о его правлении почему они так популярны современной россии есть звонки пока нету значит я хотел бы дополнить все таки сталинизм не был осужден в истории он бы его обсудили но не осудили его а значит давай будем так говорить проще не было без тонализации правильно то есть не по дистанализации то есть не было нюрнбергского процесса по сталинизму его просто как бы не осудили просто поговорили о нем но не наказали есть звонок пожалуйста говорите говорите да да добрый день здравствуйте мне кажется главное это победа в великой отечественной войне победа в великой отечественной войне здесь даже жуков пишет что он был верхов достойный верховный главнокомандующий жук в своих мануарах поэтому я считаю что только из-за победы из-за победы как бы там ни было то что победил советский союз войне спасибо а мы сейчас уйдем на рекламную паузу потом мы вернемся и будем дальше обсуждать эту тему мы возвращаемся в программу политинформания и наши телефоны 800 47 4 2 0 5 2 2 0 и тема сегодня о любви современные современных россиян современной россии а в такой личности как иосиф васильевич сталин почему он до сих пор популярен в россии почему его идеи популярны в россии так как 5 марта рейд россии исправляли 66 лет со дня его смерти поэтому мы сегодня обсуждаем эту тему а вот в перерыве пока шла реклама мы говорили на эту тему мы иду мы говорили о том что наверное это менталитет русского советского народа вот такое отношение и по вашему мнению может менталитет это сформируется насаждается потому что если бы современная современные люди не так восхищались путина может быть и сталина бы не было ей звонок мы можем принять добрый день дань пожалуйста говорите а кем себя позиционирует путин как вы думаете но ждем наследников ну да естественно якобы любовь к сталину это и есть результат пропаганды потому что ему это нужно но альба согласен но вы скажите это менталитет или это все-таки в большей степени пропаганда хорошо спасибо большое на следующий звонок говорите пожалуйста я считаю что это люди только полностью опустив лица быдло которые любят сталина и другие это те которые на этом делают спасибо спасибо есть звонок пока нету хорошо я нашу ты думаешь по поводу такого слова как быдло и делают карьеру ну вопрос в том что людям и молодежи нужен в россии вождь чем меньше образование чем меньше определенной культуры определенной культуры тем большее желание и вообще в российском менталитете и желание сильного кулака а может есть даже не то что кулак а понятия царя чтобы он был такой царь который за все отвечает который несет на себе какой-то груз вот этой ответственности то есть тебе ничего делать не надо за тебя все решают и как говорится твое дело только вовремя приходить на работу и как говорится не воровать это же это же вообще сталин это вообще легко то есть если бьет значит любит к сожалению в менталитете я думаю мое личное мнение в ментате в менталитете россиян вот это воды желание насилия неуважение к личности не уважение к человеческой жизни она до сих пор жива и вот это об этом и сталин потому что пропаганда как мы говорили в перерыве ложится на почву правильную и нужную если бы люди ну мы можем поговорить еще и наверно что-то с религией тоже связано когда ни в одной другой стране стали низ он бы не прижился бы я думаю но здесь же вот именно желание смотри в какой-то степени в какой-то степени да под как бы своими лицами определенно стали сталинизм существовал и в албании и в польше и в германии в германии я между социалистическую германию до довольно неплохо существовал но сегодня сегодня же никто не в албании не в германии не в любой другой стране о стали не говорит положительно его изучают как паличи политическую личность но он не подлежит положительным оценкам даже если мы говорим о победе в войне потому что считаешь ли ты победа в войне его заслугой нет я лично не считаю это заслуга советского народа куда входили белорусы татары евреи украинцы ну будем так говорить все все народы это за это победа советского народа сталин если многие помнят историю он вообще в начале войны пропал на целый месяц о том что война началась говорил и вступал перед советским народом вячеслав молотов он стал тем сталином которую сегодня которого сегодня любят наверно активирует я бы дошла серии до культивируют после победы наверно в сталинградской битве когда вопрос уже был решен и он стал таким ну смотри если возвращаться к истории да если возвращаться к истории могла ли быть война если бы сталин если бы вместо сталина у руководства страны стоял ну другой человек мы не можем сейчас назвать кого-то лично но да просто просто другой человек могла могла ли быть война могла ли быть война если бы допустим не было бы этих репрессий против военного руководства в война скорее всего было бы потому что любом случае да в любом случае но она могла быть с разными потерями все те минимальные потери которые сегодня говорят это практически 35 миллионов жизней сюда входят и военное мирное население 35 миллионов жизней это ни в одной истории войны такого не было таких потерь советский союз я говорю о советском союзе как оба российской империи как о и сегодняшнюю россию имеется виду кстати надо заметить что сегодняшняя россия говорит только о своей победе в одной другой республике обрати внимание о сталине не высказываются положительно не в казахстане где есть вождизм не в украине где демократия не в беларуси где тот же вождизм нигде я не читал положительно в остальных это только в россии на сегодняшний день вот это вот и это и самое интересное 70 процентов по опросу овцы ома это молодежь это молодежь значит что-то в этом есть значит что-то если если брать войну я немножко с тобой не соглашусь в том плане что я считаю вишь мы иногда можем с тобой расходиться во мнениях я считаю что если бы что сталин как раз-то первопричина первопричина того что война началась именно советским союзом потому что если бы не существовало каких-то секретных протоколов если бы сталин с гитлером не играл бы вот все вот в эти политические игры военные если бы не был уничтожен вообще весь цвет мы можем по-разному относиться к тухачевскому егорову и блюхеру и другим маршалом но практически ведь гитлер же тоже был не дурак да то есть его кстати разведка работала на высочайшем уровне и поставляя информацию гитлер и немецкое руководство прекрасно знал о том что происходит в руководстве советского союза может быть гитлер бы не начал бы эти военные действия если бы в руководстве страны находился более будем так говорить прагматичный человек который бы не занимался уничтожением собственного народа но я думаю что вопрос не встали не в системе на тот момент это была коммунистическая большевистская система не коммунистическая именно большевистская большевистская да это была политическая банда во главе страны если был бы другой он бы был бы просто другими методами пользовался то есть ты думаешь что война могла бы быть отсрочена на какое-то время но она все равно бы было бы да да она была бы все равно как я и говорил и повторила бы вопрос только в жертвах в жертвах а понимаете мы когда говорим о сталинизме мы то есть мыoine в россии когда говорят о столе не говорят о человеческой жизни вот это самая большая проблема пропаганда не и пропаганды российской нет уклона в ценность человеческой жизни вот они это не то есть за ценой не постоим да правильно абсолютно окуджава в свое время сказал правильно и все знают что в войне я уважаю мнение всех ветеранов которые живы и но окуджава правильно сказал выиграли войну незнанием сталина не не даже умением маршалов советских а завалили просто трупами просто человеческими жизнями в чем величие сталина в этом смысле я не вижу спасибо я напомню наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 и мы сегодня обсуждаем тему почему идеи сталинизма и сама личность иосифа васильевича сталина так живы в россии в 21 веке что это такое это менталитет русского народа либо это пропаганда либо это история незнание истории в чем чем проблема и такой вопрос насколько путину вот мы знаем что на сегодняшний день в россии начинает культивироваться и начинает это прорастать все больше и больше будет личности путина насколько ему выгодно то чтобы вот культивировалась личность и сталина ну как я думаю это абсолютно зеркально ты ты показываешь что такое умный вождь сильный и это и это через время на тебя получит света сталина падает и на россия окружена она че врагами поэтому мы должны как-то защищаться а вот человек который значит 60 чем-то лет 70 лет назад был он проявлял как раз силу и к советскому союзу относились таким значит уважением да никто не мог бы даже как бы рот открыть на советский союз хотя мы знаем что все-таки перед тем как началась великая отечественная война да был халкин гол и была финская война в которой кстати советский союз полностью проиграл но почему-то не почему-то но в советском союзе об этом не говорилось то есть историческая данность как бы сообщалось но о том что советский союз понес очень большие потери в той войне об этом никогда не говорилось ну и как следствие а вот велика отечественная война в будем так быть вкрапленная во вторую мировую войну потом как мы знаем почему сначала был раздел польши да а потом уже гитлер решил что этого куска маловато известно же что сталин был что он бар самое главное что мне кажется еще сегодня он боролся с чиновниками то есть расстрел партии партийного актива и то что он навел порядок вот я думаю что если точкой исходной говорить о порядке вот это они сегодня хотят и ждут чтобы поставить под кулак чиновничество которое сегодня распоясалось как считают многие россияне и вот навести порядок это основное что россияне ждут всегда кстати всегда и всегда требовали от любого лидера своего то есть поэтому считается что горбачёв был как раз то слабым лидером потому что при нем советский союз развалился вот то есть мы будем говорить такая система такая система сталинизма можно так сказать до сильного кулака на сегодняшний день в россии популярны только просто по той причине что порядок в россии всегда был очень важен порядок то есть не дай бог черн пойдет с вилами значит и с косами на своих господ самое главное что сталинизм не осужден если бы на уровне законов он был бы осужден то никакая пропаганда бы не по мне не сегодня не смогла бы ничего сделать потому что это было бы противозаконно вот а тот же вот посмотрите кстати вот тот же милошевич 15 лет назад это тот же ответ на те же вопросы сильный лидер ведет страну значит процветанию значит одна нация один лидер и это очень легко и просто и это очень легко и просто но самое главное чтобы я поставил какой главную точку что нету осуждения его как личности а может быть я тебя перебью извини пожалуйста а может быть это касается в большей степени системы как коммунистической системы не только системы как сталинизма да а может быть это проблема как раз это касается именно вот свое время нюнбергский процесс значит осудил фашизм как идею до идеалу идеологию да вот а коммунистическая идея никогда не было смотри а гитлеризм гитлеризм осужден на всех уровнях у фашизм большей степени но но я как раз говорю у давай например звонок пожалуйста говорите а это снова нью-йорка ребятам не смешно когда вы говорите о законе в россии вы забыли русскую поговорку закон что дышко куда повернет туда и вышла ну закон то должен быть и закон они завтра примут примут миллион других и всего будет оправдана стали на 5 станет героем все что угодно понимается поэтому говорить о законе в россии они ну хорошо я понимаю чего говорите ну хорошо другой точки зрения любая страна должна жить по каким-то закон значит получается что в россии а жить по законам не хотят и не умеют и не будут зависимости от того по понятиям вот верхи приняли эти законы вот они будут думать вот они же по этим законом или нет опять же эти законы приняты для быдла они вне закона поэтому слушайте а а как о каких законах вы говорите и насчет менталитета я тоже кстати хотела сказать пожалуйста слушайте хорошо там за сталина за партию там за родину все на свете да сюда приезжают и в принципе через некоторое время становятся нормальными людьми по крайней мере кто-то то есть это получается все-таки не совсем менталитет это больше пропаганда потому что скажи человеку старая что он свинья на 101 он хрюкнет ну хорошо тогда такой вопрос если владимир соловьев известный знаменитый российский пропагандист да у которого вообще нету никаких понятий морали и так далее то есть если он приедет в америку и станет здесь жить он станет анти путинцем да то есть будет понимаете а не я для чего задаю вам этот вопрос я хочу чтобы наши радиослушатели многие те которые восхищаются вот этими пропагандистами да в россии чтобы они это услышали не от меня от рядового жителя ну замечательно города нью-йорк но но все-таки вопрос в том что сегодня 21 век уже не первый год и в россии именно в россии эта личность популярна при том что о нем уже известно все в россии сейчас путин хочет стать новым сталин он хочет точно так же вершить судьбы людей чтобы самому остаться у власти потому что он же прекрасно понимает как только он слежит строна его башка свалится сплечь может да может нет что значит может да может нет как только он потеряет власть его его же двор не сожрет вот и все это это спорный вопрос мы это это можно об этом говорить будем так говорить я бы подумал бы да потому что если вспомните любую монархию любого и любой страны мира ну губы практически все монархии именно этим заканчивали как только старец теряет силы он теряет власть он теряет голову он теряет жизнь все его убивают да ну вот они смотрите а сталин как говорится ушел из жизни да и вроде бы большой вопрос как он ушел из жизни сам или ему помогли спасибо а у нас есть другой звонок спасибо вам большое за ваше мнение говорите добрый день очень коротко да владимир соловьев жил в америке ну это да и говорит что даже преподавал в каком-то университете читал лекции и вы не живете достаточно долго и в свое вредо вот там я права он действительно когда-то говорил о том насколько в америке хоро так что все так просто спасибо спасибо вам есть звонок пока нету а я по поводу путина будет еще одна у нас уже были передачи по поводу владимира путина будут еще передач потому что чтобы о нем не говорили личность он популярная в россии сегодня и интересное для изучения в будущем потому что сама сам строй который он выстроил в россии в двадцать первом веке вызывает очень много вопросов это так культурно сказано ну а то что мы сегодня обсуждаем самого популярного менеджера в истории россии и его сегодня сейчас сталин на говорит о том что в россии все-таки он имеет свою популярность он его идеи имеет популярность вот и я я бы вот концу передачи скоро передача заканчивается есть звонок да нет у меня сюда пожалуйста какие у него были идеи идеи у него были довольно простые а во первых вопрос империи вопрос империи до вас создание наш было такое понятие при иване грозным до 4 рим да там еще строился это то есть имел ввиду империя так вот идея им им империи советского союза как империи которая диктует всему миру как нужно жить вот это было и эта идея это идея которую нужно создать то что путин пытается у него не получается потому что двадцать первый век на выцел на улице да и технологии совсем другие но надо сказать он пытается он прекрасно надо надо дать должное путину он неплохой психолог он довольно неплохо изучил собственный народ прекрасно понимаю хотя народ сегодняшний народ допустим лет двадцати назад до 30 это абсолютно два разных народа новое выросло поколение особенно при путины все-таки 20 лет у власти и вот эта идея не империализма именно большой сильной империи российской российской империи хочу заметить а это идея который пытается путин его окружение воплотить в жизнь поэтому сталин с его амбициями и я думаю что для сталина в конце жизни сама идея коммунизма и большевизм вообще не имел никакого значения тут уже власть власть то есть ты считаешь что истребление верхушки военачальников и истребление верхушки интеллигенции и истребление умов которые могли что-то чего-то достичь это идея создания империи я думаю что это создание империи да именно то чем орел писал 1884 год то есть абсолютно податливая общество которое выполняет все что верховному захочется если понимаешь дело в том что если посмотреть документальные кадры 30-х 40-х 50-х годов на где сталин изображен значит на парадах различных да вот это очень хорошо кстати отображает то время и отношениях сталину и те это восхищение понимаешь люди люди же не будем договорить абсолютно просты в свои в своих своих эмоциях поэтому тут 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 я думаю что все очень просто можем принять звонок говорите пожалуйста добрый день добрый день найти того что вы рассказываете он учитажен там верхушки военно военачальников интеллигенции на самом деле он действовал как агент другого государства как иностранного и в принципе не открывают архивы до 40 года закрыли потому что если открыть архивы окажется что сталин был агентом гитлера а гитлер был агентом сталина и там все будет настолько перемешано и тот был национал социалист это был интернационалист и в принципе одно и то же совершенно ну вы знаете это мне кажется слишком простой ответ он был агентом другой страны нет он был я думаю почему архивы не открывают знаете большинство архивов открыто и удивительно то что мы главное не открыто суворов уже об этом говорится ах так вот и архивы и будем спорить на вы не правы и все армии без аргументов совершенно ну большинство о посолине известно удивительно то что насколько много нем известно насколько его больше любят вот в этом большой вопрос то есть его личность изучили достаточно серьезно кто и где ребята если бы гитлера пропагандировать как сталина и любили бы гитлера в россии не меньше а больше потому что в течение передачи я уже говорил гитлер гитлеризм осужден международным сообществом о нем не говорят как американцев провел и черчилля провел они стали врагами буквально через год после окончания я думаю вы знаете по поводу у черчилля и рузвельта это чистейший воды прагматизм со стороны этих политиков был потому что если вы помните и знаете то второй фронт открылся сорок четвертом году эти ребята просто наблюдали какую сторону качнется маятник поэтому здесь это насчет войны у нас еще будет вопрос поговорить спасибо я понял мы поговорим на эту тему 9 мая говорите пожалуйста добрый день добрый день дело в том ну по крайней мере биографы так говорят сталина он очень почитал микроуэлли помните позицию разделяю власть ну да первое он это понимал он очень хорошо понимал он действительно был не похвачиволог понимал душу русского народа что такое сильная рука он читал историю понимал что такое Иван Грозный который в общем-то России ставил на колечко это первое теперь уничтожение верхущей красной армии имеет несколько разных версий первая версия по крайней мере по сугорову о том что уничтожалась приверженцы как бы так сказать партизанской войны знаете тогда была официальная регулярная армия и вот так и было уничтожить эту партизанскую верхушку которая в общем-то никому не подчинялась а второе о том что действительно сочетовал против него заговор ну хорошо хорошо ответьте пожалуйста почему все-то его популярен одним словом он хорошо знает психологию послушайте его речь он же нас притягивает своим словам помните вот помните эти фразы ну вы же понимаете мы же должны были отреагировать посмотрите как неужели Украина думала что мы не отреагируем на ее там это называется он обращается к нам спасибо значит мы должны заканчивать сегодняшнюю передачу чтобы резюмировать как говорится тему сегодняшнюю я от себя хочу сказать что мое мнение все-таки как бы там ни было тут совместная работа и пропаганды и менталитета российского народа или советского народа как кому будет интересно потому что пропаганда просто так не ложится на пустую почву в конце передачи хочу вот немножко посмешить сегодня стало известно это так чтобы вы задумали следующая передача будет посвящена именно этой теме а значит председатель спч федотов да не ошибаюсь предложил усыновлять усыновлять бомжей вот предложил усыновлять бомжей я думаю что это очень интересно интересное предложение не знаю после чего после какого после какого значит какой выпивки или еще что-то ему пришла в идею такая интересная мысль а один из пользователей фейсбука на это трагер его очень интересно он предложил его лично усыновить и начать пескову и госпожа навки и сказал что в принципе он бы не прочь пожить не вместе с ними но в одном из квартир в майами так что подумайте на этой теме нужно ли усыновлять бомжей в россии я думаю что это довольно интересно спасибо всем за внимание пока у меня есть пару секунд я хочу напомнить всем радиослушателям что эдуард брумер является представителем автосалона арлингтон миссан и дорогие друзья это действительно классный автосалон поэтому если у вас есть потребность или нужда в автомобиле и вы не знаете куда вам обратиться компания нисан всегда готова вам помочь и конечно же эдуард брумер спасибо давайте работайте на благо нашей общины спасибо всем всего самого на лучше берегите себя до свидания